Русские новости События в Кемерово нас еще долго будут терзать разного рода вопросами, которые оказались очень острыми, потому что все это произошло сразу после выборов. И выборы прошли так же, как они проходили всегда, но на этот раз как-то особенно остро прочувствовалась тотальная фальсификация, тотальная ложь, лживость Путина, лживость всех его сторонников, лживость его подсадных уток. И конечно, когда речь идет о массовой гибели людей, массовой гибели детей, лживость этой власти ощущается точно так же, потому что лгут они беспрерывно, и они никогда не говорят правду, а если и скажут что-то правдивое, то только для того, чтобы в следующий же момент снова соврать. Поэтому не верится ничему. Вот вся официальная информация по Кемерово не вызывает никакого доверия. Говорят, что погибло то ли 64, то ли 67 человек, но никто не верит. Ну не верит никто, и поэтому говорят о жертвах 300-350 жертвах. Тут же, конечно, кремлевская пропаганда и кремлевские халуи начинают говорить о том, что это все провокация, это вот с запада подрывают доверие к власти. Да мы ей уже и не доверяем никогда, нам никакой запад не нужен, чтобы не доверять. Или нас заставляют поверить этой власти, потому что кто-то на западе против высказался. Так нам совершенно наплевать на западное общественное мнение. Это вы там, вы халуи путинские. Вы все время заглядываете через забор, а что там о нас думают, а что там о нас говорят. Нам совершенно все равно. Мы судим по делам. Нынешний политический режим самый отвратительный, который только существовал, ну может быть, после большевиков в русской истории. Вот большевики, а следом сразу Путин. Поэтому, ну не верим мы про эти 64-67 жертв, тем более, что всю информацию скрывают, тем более, что людям просто не дали подойти. И ужасные совершенно кадры, когда человек рассказывает, что ему просто не дали спасти своего ребенка. Вот он здесь погибает, зовет по телефону, и люди, которые официально приставлены, просто не пропускают его, не дают ему возможности броситься на помощь своему ребенку. Пишут пожарные, которые участвовали в тушении, и говорят, что нет вообще, уже этой профессии нет пожарной, нету. Все развалил господин Шойгу, потому что он превратил Министерство по чрезвычайным ситуациям, МЧС, просто в такую рекламную контору, где такие люди в ярких одеждах показывают, как ловко они могут ликвидировать последствия каких-то стихийных бедствий. Но реально безопасности никакой нет. Все ушло в пиар. Вот Шойгу почему сейчас один из, скажем так, на фоне тотальной непопулярности, один из более или менее популярных? Вот он-то Лавров. Лавров сидит просто такой тупицей, тупит, беспрерывно ни одного дельного слова не говорит, но, может быть, и темы отличаются от путинских лжецов, которые как только откроют рот, оттуда сразу ложь и сыплется. А Лавров просто говорит совершенно тупые какие-то слова, и поэтому вроде как солгать не может, потому что в этой тупости ничего просто нет. Просто отсутствие какой-либо информации, отсутствие каких-либо эмоций на лице, отсутствие каких-либо инициатив. Вот ничего, отсутствие ценится больше, чем какая-нибудь инициатива от путинистов. А Шойгу, вот он создал большую пиар-контору под названием МЧС, которая способна только собирать трупы. И даже это не очень-то способно, потому что, ну вот так как тушили пожар в Кемерово, это, конечно, чудовищно. Никто, уже нет такой профессии, не знают, как тушить. Мне как-то довелось посмотреть, ну не целиком, а несколько серий, я посмотрел сериала западного о работе спасателей. То есть это настоящие пожарные, которые вместе с службой скорой помощи соединены, и там одновременно пострадавшие могут оказать первую помощь, реанимацию. И реально работают спасатели. Это профессия, которая требует подготовки, длительной работы стажером, когда тебя еще не допускают до того, чтобы лезть в огонь. А тут вот пожарный пишет, что да какие же это спасатели. Они вот в Кемерово просто льют воду и все. Они не тушат, они не знают, как тушить, они не знают принципов, они не знают, нет никаких у них строгих обязанностей, что они действительно должны делать. И главное, что у них нет стремления спасать людей. И задачи такой нет. То есть Министерство по чрезвычайным ситуациям не спасает людей. Не спасает, нет такой задачи. Ну, как и у Путина, нет никакой задачи защищать национальные интересы России, национальные интересы русского большинства. Его просто в глазах Путина не существует. Есть биомасса, и он ее эксплуатирует. Россию положено уничтожить, но выгодно. Этот вот фетиш золотого тельца, он поселился в головах у Путина, его компании и у их зарубежных хозяев, и они совместно эксплуатируют Россию до полного истребления народа, но так, чтобы им было это выгодно. Поэтому не сразу кончают, можно было бы там бомбы сбросить и дело с концом. Нет, главное, чтобы выгодно было. Вот эту выгоду они извлекают и из кемеровских событий, потому что стремятся везде как-то отметиться, что они скорбят, они сочувствуют, они денег дадут тем, кто потерял целые семьи. Это стыд, срам и позор. Я думаю, что у тех, кто просто элементарно здраво оценивает ситуацию, одно только желание – падите все вон, всех из власти вон, Тулеева этого негодяя, как просто конченого беса, Путина, Шойгу, всю эту кодлу, всю вон, вот всю просто вон. Мы не переносим их, просто не переносим, на дух не переносим. Наша душа их не принимает. Это состояние русской души. Ну, а не русская душа так, ну, потерпим еще, ну, потерпим и это, да это вообще происки, а все россказни там о похищенных детях, это все происки каких-то то ли сумасшедших, то ли каких-то западных агентов. Вот нас раньше Обама угнетал, теперь не знаю кто там, теперь Мэй, премьер-министр Великобритании, вот она нас угнетает. Да нет, нас угнетают Путин и путинцы. Вот самые главные наши враги. Да это там совершенно все равно, на нас, на Россию, всем этим, там, Трампом и Мэй и всяким прочим руководителям западных стран. Они о нас не вспоминают каждый день, это нам навеивают в мозги, вот этой пропагандой путинской, лживой от начала до конца, как будто бы весь мир думает только о нас. Да там и 5% информационного поля не занято Россией. А у нас занято все информационное поле тем, что нас якобы какие-то внешние силы злобно гнетут. Нас больше всего гнетет Путин и его олигархическое кодло. Вот они нас гнетут. Действительно ли похищены дети были в Кемерово? Я не знаю. Эта информация пришла на непроверенное, но мы знаем, что подобное может быть. Может быть, потому что сатанизм этой власти для меня абсолютно очевиден. То, что порой Путин отождествляет вот эту биомассу, которая лежит в мавзолее и называется Ленин, с мощами святых, это сатанизм. Но он такой вырвавшийся сатанизм на словах. Я думаю, что и в делах он тоже может быть, потому что секта Золотого Тельца, она доходит до крайних степеней греха. Если допускается разврат и извращение телесное, то духовное это уж и подавно допускается, и что дети могли быть похищены для сатанинских ритуалов, вполне возможно. Я не говорю, что это действительно так, но вероятность такая не нулевая. Не нулевая. Если вскроется все это, ну мы же знаем о чудовищных преступлениях во время войны. Мы знаем не только о преступлениях нацистов, но и знаем о преступлениях, например, американской военщины. Мы знаем во Вьетнаме. Мы знаем о чудовищных зверствах ЧК большевистского, о чудовищных расстрелах, пытках. По источникам, которые сохранились, по воспоминаниям времен гражданской войны, это чудовищные вещи. Поэтому и здесь тоже, поскольку против нас ведется война, всякие чудовищные вещи могут происходить. И то, что насилие над детьми стало нормой в путинской России, это тоже ведь факт. Поэтому, когда все это соединяешь вместе, начинаешь верить, что все возможно. У нас нет доказательств, откуда бы они взялись. Мы что, следователи? Мы что, можем выставить какие-то патрули и смотреть, приземлился ли какой-то неизвестный борт во Внуково или в Шереметьево, и оттуда действительно каким-то образом выводили детей. Мы не можем это установить. У нас нет таких возможностей. А если бы были, вряд ли они бы перевесили возможности, которые есть у Путина по сокрытию своих преступлений. Как он скрыл преступление, свое преступление, своих подчиненных с подлодкой Курск. Как скрыл преступление, убийство детей по его приказу в Беслане. Как скрыты были преступления в Норд-Осте, когда непрофессионализм действий погубил сотни людей. Ну, как еще относиться к вот этим людям, которые уже известны своим живодерством, истязанием нашей страны. Ну, мы не верим ни одному их слову, а если возникает сомнение в том, что было или не было, какое-то еще преступление с их стороны, то мы склонны скорее поверить, что было это преступление. Режим преступный, и по глубине нравственного падения, и по уровню его преступных деяний, которые имеют просто уже космический масштаб, мы выводим, что все возможно. Любое преступление этот режим может совершить. Ну, теперь немножко о выборах. О выборах вроде как они отходят уже в историю, и после Кемеровской трагедии уже, может быть, и о них и не стоило бы вспоминать, но ведь мы не сметем эту власть, пока не начнется консолидация, пока не сложится русское большинство, русские организации, которые должны создать коалицию, которые должны создать общество, которое разрушено, и общественное мнение, которое должно разрушить этот гнусный политический режим имени Ельцина Путина. Ну, собственно, и разрушить его можно только в одном случае, если понять, что и большевизм является предтечей этого режима, что чекисты во главе с Путиным – это те же самые большевики, те же самые чекисты, которые проводили этнические чистки, красный террор. Вот это все является одной и той же историей. Большевизм, ельцинизм и путинизм – это одна и та же история. Если мы это не поймем, то вряд ли мы сможем найти какую-то точку, в которой действительно можно было бы собрать настоящую русскую коалицию, и не просто оказать сопротивление нынешнему режиму, а нанести сокрушающий победный удар, который очистит властные органы в России от изменников, воров, сатанистов, казнокрадов и так далее, от всего всей этой подлости, которая туда нанесена в таком количестве, которого не было, наверное, никогда. Ну, вот только большевики могут сравниться в свои первые годы живодерские. У нас стоят задачи формирования общественных структур. Их реально нет. Мы же, когда занимались выборами, надо правду сказать, то, что мы назвали национально-патриотические силы России – это не организации, это спонтанно, во многом случайно возникшие штабы в регионах и люди, проявившие индивидуальную, скорее, активность, чем коллективную. Не удалось структурировать ничего. Те организации, которые числились через своих представителей в НПСР, в постоянно действующем совещании, показали, что их не существует. Нет этих организаций, там 40 организаций, мы не видели вообще ни одной. Наша партия, Великая Россия, все время вела себя скромно, потому что мы знаем, что у нас и возможности скромные. Наши возможности оказались наголову выше возможностей всех остальных, которые готовы были только к микрофону подойти, когда все организовано, зал собран, деньги собраны и все. Второе, что не сложилось, это народное правительство, которое мы сформировали, оно уже было готово усилиями Юрия Болдырева и при поддержке активистов ПДС, НПСР, собралось народное правительство. Но здесь Грудинин не выполнил свои обязательства. Он должен был опираться на это правительство. Он должен был представить его избирателям, но он отказался это сделать. Он не стал это делать. И после выборов, когда он должен был бы собрать по последнему пункту своих обязательств, должен был собрать народное правительство и обсудить с ним дальнейшую работу, Он не выполнил и этот пункт. Поэтому для меня лично Грудинин превратился в политический ноль. Чем он дальше будет заниматься, это его дело. Уж точно я никогда не буду ни в его команде и уж точно никогда не поверю тому человеку, который будет опираться на поддержку КПРФ. Это мертвая партия и мы тоже убедились в этом на выборах. Нет никакой мощной партии КПРФ. Ее просто нет. В третьих регионах просто нет, просто ноль. В третьих регионах еще одной трети еле-еле теплится жизнь. И еще в одной трети где-то как-то какие-то штабы действовали в основном в своих частных интересах, а вовсе не в интересах избирателей и всего народа. Они продвигали свои партийные интересы. Поэтому им веры нет никакой. Что делать в этой ситуации? Надо структурировать национал-патриотическое движение, русское движение. Создавать организации. Наша партия Великой России существует. Мы приглашаем в нее. Нам нужно развивать региональную сеть. Мы приглашаем региональных активистов. Кто не может, кто осознает себя русским националистом. Ему нужна четкая идеология и четкая регламентация отношений внутри организации. Мы приглашаем. У нас жесткая структура. Войти трудно, выйти легко. НПСР может превратиться в движение, как теперь ясно. На 14 апреля намечен съезд. Третий съезд НПСР. Мы как партия в этом съезде участвовать не будем, потому что мы ожидаем формирования нового субъекта движения НПСР, с которым можно будет подписывать какие-то соглашения. Или не подписывать, если не будет в том необходимости. У нас есть подписанные соглашения между организациями. Русский национальный фронт. Есть декларация. Есть принципы совместной деятельности. Все прописано было жестко. Но люди не стали выполнять свои обязательства. Большая часть, подписав, вообще прекратила какую-либо деятельность, видимо, и не намереваясь что-либо делать, а лишь примкнуть. Если тут что-то начнет происходить, тогда можно тоже подбежать, сесть где-нибудь там в совещательном зале и высказать свое мнение. И больше ничего, кроме этого мнения, у этих людей нет. Что осталось от Русского национального фронта, когда все внимание было переключено на ПДС НПСР? Да, в общем-то, ничего. Поэтому, я думаю, когда мы создадим монархическое движение, и вот наша партия, может быть, еще какие-то организации присоединятся, мы проведем восстановительную конференцию Русского национального фронта. Если сложится НПСР в виде движения, мы туда пригласим. Но это все-таки Русский национальный фронт, именно часть Русского движения. Национальные патриоты разные, разнородные, включая левых патриотов, бог знает кого, пусть ходят на площадку постоянно действующего совещания НПСР. Пусть это будет совещание при этом движении. Но у нас будет свое совещание, русское. А к национал-патриотам мы будем относиться как к идейным союзникам. Может быть, как-то и оформим это союзничество, и в дальнейшем пойдем вместе. Но сейчас просто видно и очевидно, что многие вещи у нас не будут общими. Не будут общими. Потому что мы видим, что русский вопрос так и остался за пределами рассмотрения, и никто не постарался его продвинуть в этой избирательной кампании. Что-то там вякал Бабурин, но он никогда в русском движении не состоял, ничего русского в его политической судьбе просто никогда не было. Все началось ведь с такого пустячка. Грудинин должен был подписать документ, в котором был дополнительный пункт, восьмой пункт, помимо семи, которые были подписаны, где была ссылка на решение второго съезда НПСР, на декларацию, которая там была проголосована, и она содержала отношение к русскому вопросу. Положение о геноциде русского народа, о государствообразующем русском народе. Но этот пункт почему-то выкинули. Грудинин не приехал на этот съезд, поэтому не голосовал за эту декларацию. Остальные члены народного правительства голосовали, поэтому им не нужно было подписывать, а Грудинин нет. Поэтому первоначально внесли этот восьмой пункт. Мне проект прислали, я порадовался, думаю, ну вот какие сообразительные люди внесли туда вот этот пункт о верности декларации второго съезда НПСР. А потом взяли и выкинули. Я-то думал поначалу, что Грудинин подписал, и подумал, ну вот молодец, он и по этому, по русскому вопросу тоже что-то подписал. Но оказалось, что не подписал. Из этого пустячка потом невозможно было предъявить какие-то претензии. Хотя мы говорили, встречаясь с Грудининым, русский вопрос, русский вопрос, надо осветить. Даже когда Грудинин зарегистрировался, вот только что он получил достоверение и вышел к журналистам, я прямо ему сказал, ну вот сейчас он начнет выступление, я сказал, Павел Николаевич, о русском вопросе хотя бы вскользь, хотя бы два слова. Он не сказал, он не сказал. И в дальнейшем русский вопрос не был освещен, не был. И это, конечно, грубое нарушение партнерских соглашений или тех неписанных правил, которые для политика существенны. Рядом с ним русское движение находится, русские националисты, он делает вид, что он, как будто, их не слышит. То есть он слушает, он кивает, он кажется, что понимает. Но когда он выходит на публику, он говорит, ну а что нам делить-то, что нам делить между русскими и нерусскими? Да есть что делить, есть что делить. Что-то мы не делим, а что-то нам придется делить. Нас делят, нас отделили, нас отделили. Вы видели в русском движении каких-то нерусских людей, есть, очень редко, в редчайших случаях появляются. Или в национально-патриотическом движении, да, были, исключения есть. Но если исключения есть, они как раз и показывают, что правила-то тоже есть. Другие коренные народы, как бы мы к ним позитивно ни относились, не являются сегодня политическими союзниками русского движения, русского народа. Почему-то все время они что-то там якобы подозревают о том, что русский национализм якобы против них направлен. Ну, почитайте у Ивана Ильина, что такое на самом деле русский национализм. Он не направлен против кого-то. Он направлен на то, чтобы защитить свое. У вас свое есть, вы защищаете, а нам отказываете в этом. И не хотите нас поддержать, как большинство, живущее в России, 80%, а культурные 90% русских здесь. И вы не хотите, чтобы мы защитили свое, ну тогда какие же мы союзники? Конечно, мы не можем в этом случае быть союзниками. Что касается народного правительства, я думаю, что оно не состоялось. Не состоялось, хотя некоторые надежды у меня еще есть, что Юрий Болдырев вновь вернется к этому вопросу, вновь или продолжит формирование народного правительства, сбор этого правительства, знакомство людей, которые входят в это правительство, но уже без КПРФ. Вот если там будет КПРФ, то я лично не пойду. Да, там были от КПРФ 2-3 депутата, которые ни разу не пришли ни на наши конференции, ни выступили с какими-то докладами, ничего не представили. То есть у них какая-то своя тусовка. И Зюганов, объявив там где-то когда-то 20 фамилий тех, кого он хотел бы видеть в правительстве, он не предложил нам провести какое-то совместное заседание. И таким образом народное правительство с участием КПРФ не состоялось. Значит, может состояться только народное правительство без КПРФ, без коммунистов. Я призываю к формированию такого правительства. По сути дела список имеется, список создан. Оттуда только надо удалить тех, кто не был заинтересован в народном правительстве, никогда не появлялся на съездах НПСР, никогда не был на постоянно действующем совещании. И в общем-то оказался чуждым для нас. Чуждым для нас оказался и Грудинин. Потому что он, в общем-то, ничем не проявил свою заинтересованность в формировании такого института. Ну, на нет и суда нет. Если изменят позицию, ну ладно. Но только наравне со всеми. Уже лидером, никаким лидером он быть не может. Специалистом может быть в своей области, ради бога. Но как лидер, я лично уже его ни под каким видом лидером не признаю. И если он захочет куда-либо баллотироваться, я лично буду сомневаться, стоит ли его поддержать. Что ж в президенты ему баллотироваться точно не стоит второй раз. Кто один раз проиграл, проиграет и второй раз. Проиграл он не потому, что голосов недостаточно ему насыпали, а потому, что он согласился с тем, что он проиграл. Раз согласился, тогда вопросов нет. Значит, заодно с этим режимом. Что делать национал-патриотам? Я вот писал короткие тезисы, они совершенно очевидны. Не признавать законности оглашенных результатов выборов. Именно, оглашенных результатов к голосованию эти результаты никакого отношения не имеют. Власть осталась у самозванцев и преступников. Второе. Признать совершенные ошибки, приступить к организационному строительству и сохранить наработанные связи. Делается это. Мы пытаемся, но у людей энтузиазм все меньше и меньше. А то, что НПСР не стала эти связи поддерживать в настоящий момент, показывает, что, скорее всего, нам придется все делать с нуля. Форма структурирования. Я считаю, что вместо ПДС НПСР должна быть отдельно ПДС. Пусть будет эта площадка НПСР. Я бы хотел, чтобы была партия, но сделают движение. Ну и Христо ради. Наша партия Великая Россия готова обсуждать с новой структурой формы взаимодействия и координации. Пока нас к этому не приглашают, в том числе к проведению съезда 14-го. Ну и ладно. Мы какие-то свои мероприятия проведем, уже провели. Новый призыв русских националистов. Великая Россия как база для русских националистов. Русский национальный фронт как коалиционная площадка. Будут организации, будет коалиция. Пока не с кем коалицинироваться. Мы ждем русские организации. Где они? Ау. Их не существует. Они должны быть созданы. Площадка пуста. Вот кроме партии Великая Россия, со своими особенностями, которые не всем приятны, в том числе и орденский характер формирования партий, не все готовы его осилить. Нет ничего. Все остальное куда-то рассеялось. Давайте собирайтесь в свои стаи, и тогда мы сможем заключить коалиционное соглашение. Вот сейчас монархисты объединятся в движение, вот это будет уже серьезный субъект. И последнее, надо ориентироваться на самые современные средства агитации и пропаганды, сетевые. Мы ведь интернет отыграли, отбили у путиноидов, значит мы отбиваем и будущее. За нами задача создать тот незначительный процент от общего числа граждан, который является политическим активом русского национального движения, национально-патриотического движения. Вот этот актив должен формироваться, и мы объединяем тех людей, которые своей жизненной задачей ставят такое объединение. Значит, они будут посильно работать в русских организациях. Поэтому я призываю к тому, чтобы участвовать в них. Еще одна новость – это продолжение политического процесса против Яны Абрамовой в Санкт-Петербурге, в Петроградском суде. 4 апреля будет судебное заседание, куда я всех приглашаю. Найти более точные данные вы сможете на интернет-страницах и на страницах ВКонтакте моей личной, или там партии Великой России, или просто узнаете, кто такая Яна Абрамова. Суть обвинения очень проста. Хрупкая девушка, оказывается, напала на двух таких дюжих приставов и чуть не покалечила их. Они подали заявление на нее и возбудили уголовное дело о таком нападении в суде. Это было заседание уже год назад. Судили Дацика, такого известного бузатера. Яна там присутствовала в публике. И судье, как всегда, этим подлецам что-то не нравится. Судья попросил Яну вывести. И вот два этих бугая схватили хрупкую девочку, потащили, хватая ее за всякие места. В ответ получили несколько пощечин. Эти пощечины они объявили тяжелыми травмами, которые девушка им в принципе не могла нанести. Какие-то там синяки, ссадины, непонятно что. Два здоровых мужчины, подготовленных для того, чтобы ломать кости, они оказывается подверглись нападению девушки, которая совершенно и не способна к реальному сопротивлению таким негодяям, подлецам в погонах. Вот эти два подлеца являются инициаторами судебного преследования. Судья, конечно, который, я не знаю, кто там надо бы фамилии будет выяснить, кто инициатором там был всего этого скандала. И вот Яна Абрамова из Москвы каждый раз ездит в течение года уже на судебные заседания, всякие там экспертизы и так далее. Запугали ее, затолкали в автозак, еще запугали, чтобы она побои не сняла. Потому что там еще хуже тебе будет, вот в таком духе. И вот весь этот ужас организован судебной системой для того, чтобы унизить человека. Надо этому противостоять. Все достойные люди, которые где-то там, кто может дойти до этого суда, приглашаю. 4 апреля, узнайте о нем подробнее. Яна Абрамова должна быть под защитой русского движения. И всяческое ей сочувствие от нас должно исходить, от каждого. И от общественных структур, от правозащитников, от русских правозащитников. Других-то у нас, в общем-то, и не осталось. И правозащитниками-то их назвать невозможно. Потому что они защищают только своих. Ну и у нас тоже есть свои. Мы защищаем Яну Абрамову и высказываем ей всяческую поддержку и ненависть к этой негодяйской судебной системе. К этим негодяям-приставам. И вообще ко всей наглой, подлой системе, которая нас всех унижает и грабит. Ну и последнее, что скажу. Очень важное вышло обращение епископа Диамида и архиепископа Мартина. Вот такая книжечка, недавно мне ее подарили. В интернете наверняка уже опубликована. Очень важно здесь, конечно, духовную литературу читать непросто. Но это как раз та, которую читать и просто, и можно, и необходимо. Здесь всего-то меньше 50 страниц. Я попытаюсь прочесть результивную часть этого обращения. Объявляем, что, первое, признаем недействующим в Православной Русской Церкви послание Святейшего Правительствующего Синода, опубликованное 18 мая 1913 года, и последующие постановления органов церковного управления, направленные на утверждение нового богохульного учения об имени Божьем и возрождении в Аламидской ереси. Речь идет о так называемом имя-борчестве, то есть имя-священное имя Христа не считается святым-священным. И это положение возникло еще в 1913 году, накануне предательства веры царя и отечества со стороны церковной иерархии, со стороны вот этого правительствующего синода. И весь этот синод был погружен полностью в ересь. Второе. Признаем неотмененным, непересмотренным и действующим в Русской Православной Церкви соборное уложение, принятое ее Священным Собором 1613 года, а также отвергаем сергианство и молим Христа Бога указать нам тот путь, которым можно решить вопрос исполнения данного соборного уложения. То есть это фактически призыв к возрождению, реставрации монархии. В верности которой клялись наши предки. Третье. Отказываемся от вносимых с марта 1917 года революционных изменений православных богослужебных чинов и молитвословий, и возвращаемся к богослужебным чинам и молитвословиям, используем до февральского антимонархического бунта. То есть это службы по царскому чину. По царскому чину. Иной чин является предательским, богоборческим и антиправославным в целом. Четвертое. Неприемлемый куменизм и свидетельствуем о недопустимости для православных молитвенного и евхаристического общения с куменистами и иными еретиками. Пятое. Признаем, что прежде решения Всероссийского поместного собора нет оснований требовать отчат РПЦ признания любых канонизаций, совершенных после февральского антимонархического бунта, разделившимися русскими юрисдикциями. Есть юрисдикция РПЦ за рубежом и РПЦ МП, Московская Патриархия. Это разделение не позволяет считать, что те канонизации, которые прошли, являются действительно истинными и церковными. Прежде всего, речь идет о канонизации множества тех, кого называют новомучениками. В самом деле, это люди, подвергшиеся гонениям со стороны большевиков, но в то же время и те, кто фактически отделили себя от Церкви Христовой, превратившись в обновленцем. Затем в сергианцев. К себе Сталин в 43-м году вызвал того, кто был назначен фактическим патриархом, Сергия Строгородского, и предложил ему провести архиерейский собор. Тот сказал, ну, Канада еще тут подготовится. Ему Сталин сказал, а если большевистскими темпами? Большевистскими темпами собрали 19 епископов всего-то навсего, хотя за рубежом находились сотни или полторы, точно не знаю. Здесь вот собрали 19 священников и объявили патриархом Сергия. Вот тебе и раз. Он, правда, как-то очень быстро скончался после этого. Но патриаршество было не восстановлено, а фальсифицировано Сталином и тем, кто назвал себя первым патриархом. После патриарха Тихона тоже весьма сомнительная фигура во всех отношениях Сергия Строгородского. Поэтому речь идет вот об этой странице нашей церковной истории, ну и в целом русской истории, конечно. Шестое. Признаем глобальную опасность внедрения цифровых личных кодов антиимен и их носителей для машинного считывания. То, что происходит у нас сейчас, цифровое государство, цифровое правительство, цифровая экономика и цифровая жизнь. То есть фактически анти-жизнь. Это то, что пропагандируется Путиным, Грефом и всей вот этой группировкой, которая сейчас сидит у власти и реально занимается уничтожением живой жизни и подменой ее мертвичиной. Седьмое. Будем разрешать возникающие общецерковные вопросы на церковных соборах в открытом обсуждении архиереями, пресвитерами, монашествующими и мирянами. Миряне у нас как-то вообще исключены из обсуждения церковных вопросов, как будто они это какая-то второсортная часть русской православной общины. Что, конечно, является недопустимым явлением. Восьмое. Признаем недопустимыми любые нововведения в русской православной церкви, такие как новые общецерковные и местные канонизации, использование новой пасхалии вместо православной александривской пасхалии, новоизмышленный чин святости царь-искупитель и подобные нововведения, не имеющие одобрения всероссийским поместным соборам. Но это речь идет об ошибке царя-мученика Николая II называют царем-искупителем, что по канонам и по учению православной церкви является недопустимым искупителем, у нас только один – Иисус Христос. Поэтому такое чинопочитание в адрес Николая II является неприемлемым. И призываем вас, пресвященные архипастыри, досточтимые пастыри, возлюбленные о Христе, братья и сестры, исполнить волю Христа о единстве во имя Божия, всех чад его церкви, воссоединившись в своих молитвах и делах и соблюдая сказанное в данном обращении отказом от всех нововведений, вносящих разделение в русской православной церкви для устранения пагубного раздора и всестороннего возрождения единой поместной церкви. Аминь. Диамит, епископ Анадорский, Чукотский, Хмартин, епископ Ставропольский и Крымский. 12 февраля 2018 года. И совсем последнее, это, скажу, что вышла моя книжка «Русские не россияне». Правда, вышла не очень хорошо оформленная, я попытаюсь сейчас добиться перепечати тиража, потому что мне показалось, что текст немножко бледноватый, какие-то тут полоски на обложке. Явно с цветностью тут кто-то ошибся, я одну цветность предложил, мне предложили немножко другую, добавили тёплые тона, зерно появилось. В общем, попробую перепечатать, поэтому пока не предлагаю к распространению эту книжку, но имейте в виду, что вот такая книжка вышла, я потом позднее расскажу, удастся ли мне добиться перепечатывания тиража. На этом прощаюсь, до будущих встреч, Россия и русская власть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова